Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Угу-гу, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната, выбираем сервер, пополнить счет, замечательно, вуаля! Поздравляю я тебя, участвую в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся, именно для тебя. В этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать. Ваш ник, сервер, на котором вы играете и слово «Я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай! Виталий Старк не обманет! Эй, на свет Виталий Старк, это новая серия на проекте BlackRussia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно. Ребята, 10 тысяч просмотров, еле-еле набираем 1000 лайков. Лайки – это моя мотивация снимать. Пожалуйста, поставь вот сейчас большой палец вверх, просто посмотрим максимальную активность. Вам не сложно просто свернуть видео и поставить большой палец вверх и продолжить смотреть. Вы знаете, я для вас стараюсь, не делаю никакие рекламы. У меня нету монетизации. Я делаю для вас просто качественный контент. Все, ребята, надеюсь, вы меня услышали. В этой серии я опять прислушался к вашим комментариям и решил делать проверки над игроками. То есть сегодня мы возьмем от 0 айдишника до 50 айдишника и будем следить за этими людьми, смотреть, что они делают, наблюдать и проверять. И вы, само собой, попадете в ролик. То есть дальше мы будем от 50 до 100 айдишника проверять. Короче, будет клево. Я думаю, вам понравятся эти серии. Давайте наберем как можно больше лайков. Я желаю вам приятного просмотра. А кто кушает, приятного аппетита. Итак, я думаю, нам пора начинать. Давайте начнем с нулевого айдишника. И это у нас Кристиан Лорензо. Давайте посмотрим, чем он занимается. Гоняет в свое удовольствие в поселке Егоровка. Парнишке нравится. Я вижу питбайк и он на нем гоняет. Даже через заборчики проезжает. Короче, катается в свое удовольствие. Посмотрите, наверное, учится каким-то трюкам. А нет, вот он и немножечко застрял. Ну, ненадолго. Ну, ладно, давайте перейдем к следующему айдишнику. Это у нас первый айдишник. И первый айдишник у нас находится в зоне авторынка БУ. Хочет купить эту девятку. Не знаю, по какой цене. Парнишке я даже не понимаю, наверное, как паспорт технический показать. И Артем его обучает. Главное, чтобы он его не обманул. Тогда будет все нормально. Но я думаю, он не настолько зловещий, что будет обманывать вот этого парнишку на девятке. Потому что... Так, у него какой уровень? Статс 1. Вот видите, второй уровень. Ребятки, у него второй уровень. Он даже не знал команду Карпас. Дай руль. Сейчас парнишка хочет проехаться. Но я думаю, он не обманет его. Это скорее всего. Давайте пока что чекнем второго айдишника. Второй айдишник у нас... А, я думаю, блин, как они летают над островом. Что, думаю, это за бред? Они плавно спускаются вниз для того, чтобы... Там судно еще проплыло. Найти, как говорится, этот самый... Как он называется-то? Клад, клад. Ребят, клад. Здесь, видите, парнишки у нас спускаются. Во, плывут, плывут. Блин, прикольно. Просто у меня анимация в данный момент забагалась. И я не вижу, как он плывет. Но, видите, что-то он здесь нашел. Что-то уже забрал. Или нет? Что там лежит? Бензопила? Ребят, там целая бензопила. Представляете? Обалдеть. Там целая бензопила была. Ладно, окей. Давайте посмотрим, что у нас делает третий айдишник. Третий айдишник у нас находится в магазине. Он лоу хпшный. На сердечко иди. О, спс, да-да-да. Покупай аптечку, покупай. Оп, красавчик. Скорее всего, его немножко потрепали около магазина. Кто-то, наверное, стрелялся. Потому что сзади него еще Кирилл. Видите, Камрад тоже лоу хпшный. Скорее всего, просто... О, он ему еще 10 тысяч дал. Обалдеть. Давайте ему тоже дадим деньжат. Я думаю, он нуждается в деньжатах. Еще десятка. Спсе. Спасибо, 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 спасибо. Он радуется. Смотри, удачки. Спасибо, спасибо. Ладно, пусть ему будет приятно. Он думает, что это Глеб ему передает. Смотрите, как он радуется. Он говорит, гемааа. Кто это дал? Наверное, он понял, что это был Виталия Старк. А Ангел не поймет. И тебе удачи, братанчик. Виталий, Виталий, Виталий. Давайте напишем. Приятной игры. Ангел даже не понял. Я твой подписчик, Виталий. Давайте еще раз напишем. Приятной игры. Спасибо. Вот, видите, очень приятно. Вы также будете попадать в ролик. И мы будем разбирать всякие нарушения игроков, которые будут мне попадаться. Ну и, само собой, следить вот так за сервом будем. Это очень интересно, на самом деле. Так, как вы знаете, я иногда наблюдаю за игроками. По айдишникам ищу наказание. Ну, которые получат игроки. Нарушение, точнее, да. Но вам это смотреть будет более интереснее. Потому что вы можете спокойненько увидеть тут себя. Так, четвертый айдишник у нас в транспортной компании. Ищет, ловит заказик. Так, пятый айдишник. Не могу за ним в слежочку зайти. Либо он заходит, либо это администратор. Окей, давайте перейдем тогда к шестому айдишнику. Посмотрим, чем занимается у нас шестой айдишник. Шестой айдишник у нас находится на БУ авторынке. И здесь, на самом деле, довольно много народу. И это неплохо. Все продают свои машинки. Конечно же, не убрать тот факт, что здесь есть кидалы. Это нормально, на самом деле. Да, это везде, на любом проекте, на любом сервере есть кидалы. Они есть, были и будут, как говорится. Ну, ладно. Надеюсь, что здесь все останутся сегодня не кинутыми. Седьмой айдишник у нас тоже находится на БУ авторынке. Тоже ищет машинку. У него 506 тысяч. Наверное, что-то найдет. Вон, видите, продаю черный мусор. И 300К. Чего? Понятно. Ну, здесь пацанчики. Это низкий автосалон, короче, БУ машин. Да, там пацаны все заряженные на тазиках гоняют. Так, игрук не зашел. Или это администратор, не пойму. Так, девятый айди. Что такое? Что такое? Почему я не могу в слежку зайти? Товарищи. Восьмой это админ. Девятый, значит, только подключается. Да, вот. В таком костюме зашел в элитное казино Black Russia. Ну, е-мое, Ванечка, ты бы хотя бы приоделся. На тебя люди смотрят. Вот здесь очень много народу, опять же, играет. Опять же, скажу на тот факт, что вас никто не заставляет сюда идти. Насильно вас не заставляет. Только тогда, потом, не надо писать. Админы такие, админы сякие. Я все слил, поэтому чпокал там ттт и тп. Да е-мое, вы сами идете сюда. Если вы проигрываете, то проигрывайте. Это рандом. 50 на 50, что вы победите или проиграете. Ребята, думайте своей головой. Так, давайте перейдем к десятому айдишнику. Десятый айдишник у нас по морю гоняет на лодочке. Скорее всего, ищет залежи. Это либо потонувший корабль, либо же тот самый остров, где упали контейнеры. Ну и, само собой, на этом он зарабатывает. Хорошо, перейдем к одиннадцатому айдишнику. Одиннадцатый айдишник, это у нас новости. Время, скорее всего, он сейчас будет вести какую-нибудь прямую трансляцию или выполняет какое-либо рп-задание. Хорошо, двенадцатый айдишник. Это у нас Анастасия Бернули, или Бернали, если неправильно сказал, извиняюсь. Она стоит около больницы в Арзамасе. Я так понимаю, бежит за скутером, чтобы поехать по своим делам. Никаких нарушений пока что от наших игроков я не вижу. И это на самом деле хорошо. Давайте посмотрим тринадцатого айдишника. Тринадцатый айдишник у нас находится на захвате, я так понимаю, вышки. Здесь у них сейчас захват вышки и ноль. Вот я не понимаю таких игроков, которые убивают и пишут ноль. Да что это такое пошло? Типа ноль, глупый, тупой. Я не знаю. Так, видите вот эту позицию его, анимацию? Это нехорошо. Это нехорошо. Знаете, что это? Это называется аморальное действие. И мы его сейчас телепортируем к себе. GetHera13. Так. На всякий слух, чей звук сделаем на максимум. Здравствуйте, уважаемый игрок. Вы понимаете, что вы нарушили, уважаемый? Или не понимаете, что вы нарушили? Тара-та-та-ра-та-ра-там. Аморальные действия запрещены на нашем сервере. А он сделал это с помощью анимки. Типа, вы совершили аморальное действие по отношению к игроку. За это вы должны быть наказаны. Впредь я надеюсь, что вы больше так делать не будете, багая анимку. И делая вид, что вы совершаете аморальные действия. Вы меня услышали? Надеюсь? Да, ребята. Я же адекватный человек. Я должен, само собой, Gile1330, аморальные действия. Объяснить, рассказать и так далее. Я думаю, что игроку будет более приятнее, нежели я его просто посажу. И он не поймет даже, по какой причине я это сделал. Итак, давайте переходим к следующему айдишнику. Это у нас 14-й айдишник. 14-й айдишник у нас на заводе работает, делает какие-то металлы, всякие штучки, брючки. Но на РП Ник пока что парнишка только развивается. 15-й айдишник у нас уже более прокачанный. У него нифига себе 52 миллиона в кармане. Вот такой вот дедок, здесь еще военный, бегает, емое, прогуливает рабочие свои дни. Обалдеть. Но 52 ляма тоже, наверное, он занимается перепродажей автомобилей. Или покупает тачки и дает, толкает их дороже. А какие-нибудь люди, которые не разбираются в ценах, это все дело покупают. Итак, 16-й айдишник у нас находится... Блин, я даже не помню. Помню, что здесь было СТО. Скорее всего, это и есть СТО. Просто теперь он автоматически сам все делает, что ему надо. Хорошо, 17-й айдишник у нас катается на дальнобое, на фуре. Он отвез, я так понимаю, груз и едет по своим делам, либо же едет на загрузку. Хорошо, 18-й айдишник у нас тоже находится в автосалоне БУ. Ну, БУ, вы понимаете, что такое БУ? Я надеюсь, что вы понимаете, что такое БУ. Это БУшный автомобиль. Типа, уже был кем-то куплен. Да, и вам он продает с рук, то есть с рук. Покупка с рук, БУ. Так, нарушений здесь я никаких не вижу. Парнишки развиваются, качаются, играются, продают тачки и все у них круто. Хорошо, давайте перейдем к 19-й айдишнику. 19-й айдишник у нас тоже. Сейчас все донатки. Ну, донатки, донатки. МГ-19. Илюшечка у нас получил МГ. Илюшечка у нас получил МГ. Хорошо, все, ПТС дай. Пускай дают ПТС без разговоров. Окей, ну, либо включает вип-чат. Ой, вип-чат, голосовой чат. Так, давайте посмотрим 20-го айдишника. 20-й айдишник у нас Вика катается и едет на работу МЧС. Либо... Да, ребятушки, девчоночка у нас едет на работу МЧС. Для того, чтобы работать и зарабатывать деньжата. Здесь в автопарке стоят такие мощные камазики, которые готовы и ждут своих владельцев, чтобы тушить пожары. Блин, это круто. Так, ладно, давайте посмотрим 21-й. 21-й у нас находится в больнице. По крайней мере, находился до момента того, как мы на ним начали следить. Сейчас он находится в больнице Лусантоса и, скорее всего, бежит за скутером и поедет по своим делам. 22-й айдишник у нас находится в АФК, около автосалона низкого класса. Уже 2 минуты, поэтому от него мы ничего не увидим. Егорушка, 23-й айдишник, находится у нас в гараже. Наверное, взял тачку и сейчас куда-то отправится наш Егорушка. Или он даже не торопится. 24-й айдишник у нас находится в казино. Так, что там, любой ставки, ё-моё. Я думал, сейчас мы... Кто там флудит? Кто там капсит? Не вижу. Не вижу. 400 сейчас. 467-й. Так, увижу. 946-й. Сейчас 946-й. Кто там капсит? О-о-о! 718-й. Капс. 718-й. Капс. А кто у нас здесь флудил? 274-й? Так, стопэ. Вот 808-й. У него здесь 1, 2, 3, 4. Это флуд, ребята. Поэтому флуд 808-й. Вот так. Вот 808-й получил флуд. 274-й тоже получает флуд 274-й. Чтобы не было засёра в чате, нужно немножечко не флудить. У них есть, если что, на эти способы, на эти отмазочки, есть голосовой чат, где они могут пообщаться. Ну, а в чате не нужно флудить. Зачем чат засорять? Не надо. Так, замечательно. Переходим к следующему айдишнику. Это у нас 25-й айдишник. 25-й айдишника куда-то везёт Ник Смит. Наверное, они с другом катаются и делают по своим делам какие-то разборочки. Не знаю, что там можно ещё ему придумать. Но куда-то они целенаправленно направляются. Так, а здесь у нас 26-й айдишник. Вон там его лодочка подлетела к затонувшему кораблю. Я как этот... Хрен пойми кто, что сказал. Затонувший корабль. К затонувшему кораблю подплыл у нас 26-й айдишник. Что-то достал и полетел к своей лодочке. Сейчас поплывёт спокойненько. Так, 27-й айдишник у нас называется прорабом настройки. Ребята, кто-нибудь скажите, что делать. Я новенький прораб. Научи парнишку. Он новенький, ё-моё. Научи парнишку работать. Парнишка готов работать. Сейчас, я думаю, он расскажет ему. Да, он в голосовой чат сейчас всё объяснит. Что делать? Там, в принципе, трудного ничего нет. И на самом деле парнишка быстро придёт в курс дела. Ну и, само собой, настройках можно будет подзаработать. 28-й айдишник это Ахамамамат. Находится на квестах. Ну, он ждёт, видите, у дежурного ждёт, чтобы взять квестик себе и пойти дальше зарабатывать деньжата. Молодцы. Так, 29-й айдишник у нас также занимается водоплаванием, подводным плаванием. Что-то он ищет здесь. Заблудился уже малый. Так, 30-й айдишник. Это у нас администрация, правительство. Виталий Ку. Виталий Ку. Это кто-то входит. Как? Я ничего не пойму. А как он знает, что я здесь? Как он знает, что я здесь? У меня стрима нету. Как он знает, что я здесь? Как он знает, что я здесь? Как он знал? Что? Чё это за бред, ребята? Откуда он знал, что я здесь? Я же нечаянно стримы включил. Нет, у меня запись идёт. Чё за бред? Откуда парнишка знал, что я снимаю именно здесь? И он кричал Виталия Ку, Виталия Ку. Что? Ребята, я сейчас немножечко, если честно, в шоке. У меня до сих пор шоковое состояние о том, что я не понимаю, как парнишка знал, что я снимаю и кричал Виталия Ку, Виталия Ку. Не знаю, как такое может быть. Я просто на самом деле в шоке. Итак, 31-й айдишник у нас находится тоже на работе водолаза вместе с персона Скмизи. То есть мы сейчас меняемся скинами. Я на свой, ты на свой, с ДП 1 и 4. А какие скины? Верно. Короче, они хотят какой-то обмен произвести. Какой? Я не понял. Нет, неверно. Короче, мы не будем входить в подорубности. Давайте последим за 32-м. Он находится у нас тоже на авторынке. Ничего такого здесь не происходит. Пацаны продают, покупают себе тачки. Так, 33-й айдишник это Томми. Бежит к Бэхе. А нет, бежит не к Бэхе. Так. Опа. Опачки. Все машины надо взломать, чтобы отсюда уехать. Недалеко расположен аренда скутеров. Вон туда беги и все найдешь. Так, 34-й айдишник у нас находится на сдаче на права, ребята. Да, если честно, там не прям так и легко. В принципе, нужно подучить правила и потом уже сдать. Но это вам в голове отложится и потом будет вам легче. 35-й айдишник это у нас скорая помощь, медик в больничке, лечит людей, красавчик. Нарушений я пока что... Скин нужен на мне, 553-й МГ, 553-й скин это Метагейминг. Так, больше нарушений я здесь не вижу. Поэтому можно переходить к следующему игроку. 36-й айдишник. 36-й айдишник у нас катается со своим, я так понимаю, другом. Где именно они катаются, я понять не могу. Спорт инвентарь, какая-то площадка, аренка. Не знаю, ребята, после обновы я еще многих мест не видел. Вы сами прекрасно это знаете, потому что не один раз я про это говорил. 37-й айдишник у нас Никита Бас бегает по... Как это называется-то, сейчас скажу. Нет, мне надо сказать. По латкарину бегает. И начинает бить человек, который расположен в АФК. Драчун, е-мая Никитка. Лишь бы подраться, бегает гол. 429-й, зачем стрелял? Оп, убрал оружие. Никита продолжает за ним бежать и бить. 429-й, сейчас нам надо, кажется, последить за 429-м, потому что я чую, он продолжит... Опять стрелять. Хотя здесь, я думаю, зеленая зона, и никого он здесь убивать не будет. Но опять же, ребята, я думаю, что, скорее всего, где-то доубивать он людей будет, потому что он так был настроен. Бежал с автомата, присел, начал стрелять. Потом к нему подбежал этот голышом в трусах, и тоже начал его бить. Вот, он опять взял автомат. Взял автомат и куда-то идет. С автоматом, наверное, сейчас кого-то будет пытаться убивать. Вот, ребят. Ну, короче, он ДМщик. Если бы там человек стоял, он бы сейчас начал по нему стрелять. 100%. Вот, видите? Стреляет в человек, который АФКшит. Так бы он стрелял в человек, который бежал. Я не понимаю, зачем, смысл это делать. Вот. Вот для чего это? Может быть, это его друг? О-о-о-о. Ну, короче, понятно. ДМ-429. Пусть немножко посидит в Димаргане и отдохнет от своей игры, потому что иначе он начнет убивать других игроков. Так, здесь проходит собеседование еще в казино. Вы видели, да? Там на прилавке в Костеле. Блин, народу здесь в казино, я в шоке. Мне надо отсюда валить, иначе здесь очень будет все плохо и печально. Так, также проходит собеседование здесь, я так понимаю, в Батаревской УПГ. Замечательно, молодцы. Пускай они здесь собеседуют людей. Здесь у нас Абакар. Я так понимаю, идет тоже на работу водолаза, да? Договаривается с нашим вот этим лысиком. Ну, пускай договаривается, не будем ему мешать. Здесь у нас проходит строй у ФСБшников. Че такое должно быть? Че такое есть? Короче, понятно. Наверное, они будут выдвигаться на какое-либо задание, либо у них будет просто построение для какой-либо лекции. Здесь у нас парнишка плывет на катере. Куда именно, мы не знаем. Опять же, ищет, наверное, потонуший корабль или контейнеры. 43-й айдишник у нас попал в ДТП, или он пешком бежал. Обалдеть здесь. Здесь что-то непонятное. Тачки, врез. Короче, было ДТП. Видите, он гонял на Ниссане данном, да? И он немножечко, Ниссанчик у него улетел куда-то в другое место. А может, это не его, Ниссан вовсе. Видите, его посадил человек, и он с ним поехал. Хорошо. Сейчас его подвезут, а вообще его не подвезут. Он бегает и не поймет, что происходит. 44-й айдишник у нас также в баттеровском ОПГ. Сейчас проверяет людей, чтобы они к ним вступили. 45-й айдишник, вы видите сами, что он вытворяет. Едет по встречке. Сейчас ему придут штрафы, и будет он немножечко в шоке, когда у него заберут права. 46-й айдишник у нас находится в больничке. Просит, чтобы его вылечили. Лек, лек. Ну, лекай. Ёперный городовой. Пацан просто стоит в шоке, не понимает, что от него хотят. Но бывает, ё-мое. 47-й айдишник у нас находится где? Где-то в Арзамасе стоит. Такой лысенький в очках, блатной, с телефоном. Обалдеть. С кем-то разговаривает. Либо ютуб. Смотрите, что там. Либо ютуб, там все дела. Хорош. Нормально, здесь лысый ютубер. Всем привет. Привет. Меня зовут Лысый Ютуб. И сегодня мы с вами будем бегать по Арзамасу. Это летсплей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот так я буду ходить. У меня в руке телефон. У меня есть очки. У меня есть лысин. У меня есть борода. Я скажу тебе да. У меня вот такой крутой блатной костюмчик. Вот такая вот жопа. Ну да, ну да. Бывает. Окей. 48-й айдишник. Это у нас администратор. И здесь что-то тоже интересное у администраторов происходит в доме админов. Запах женщины моей. Да, да. Давайте не будем за ними наблюдать. Что-то они в туалете. Там очень много народу. Непонятно что. Здесь очень много лодок. Обалдеть. Ну смотрите. Если в принципе берут в аренду лодки, да, за такие суммы, то они спокойненько окупаются. Поэтому пацаны разные берут по вкусу и цвету, как говорится, себе новую лодочку. Большую, поменьше и так далее. Ну я думаю и на маленькой лодочке, которая менее затратная, может спокойно навариться на ней. То есть купить самую маленькую лодочку, самую дешевую, да, или же взять в аренду. И все будет отлично. Так, чупик у нас находится в АФК и это у нас 50-й айдишник был. Вот так. Ну что, ребятушки. Сегодня у нас была проверка 50 игроков. В принципе мы увидели, кто нарушал, кто не нарушал. Последили за игроками. И можно сделать вывод, что вот проверили 50 людей, да, и нарушений от них я не увидел. В следующей серии мы проверим других от 51 до... Ну, короче, от 50 до 100 будем проверять и идти выше, выше, выше. И посмотрим, где мы найдем больше нарушителей. Вот такая вот у нас сегодня появилась серия на нашем канале. Если вам она понравилась, обязательно ставьте лайки. Если вам серия эта не понравилась, то обязательно ставьте лайки. Если вам вообще противен яд, то ставьте лайки. Если я вам нравлюсь, ставьте лайки. Ладно, это я уже шучу. Короче, просто поставь большой палец вверх, подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши какой-либо комментарий, чтобы победить в конкурсе. Ну и не забудь на колокольчик нажать, чтобы первым увидеть о новом видеооповещении. Короче, все. Надо монтировать ролик, и вы уже его смотрите вам вот так, а мне... Все, ребят, давайте, до новых встреч, пока! Видео просмотрено, подписка плюс!